Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Истра. Приехал к своим друзьям, однокурсникам по учебе. Они построили самый первый в России пассивный дом. Сегодня я хочу сделать про это репортаж. Рассказать вообще, что это за дом, показать, что он состоит. И рассказать о том, почему именно пассивный дом они решили построить. На улице минус 15, очень холодно. Сейчас зайдем в дом и будем вам все рассказывать, показывать. Так, друзья, зашел я в дом. Вот так это все выглядит. Дом еще находится в состоянии ремонта. Видите, тут смеси, пылесос, первый этаж, ребята, гостиная. Ну, обзор мы сделаем вместе с ребятами. Сейчас у меня есть кое-какие вопросы. Давай более выгодную локацию выберем. Первый у нас подопытный кролик это Денис. Всем привет. Денис, расскажи в двух словах, что такое вообще пассивный дом. Почему именно такой дом вы решили построить? Пассивный дом это дом с ультра низким потреблением энергии и с повышенным комфортом. И он должен отвечать определенным характеристикам. Это затрата энергии на отопление, которая должна быть не более 15 кВт в час на метр квадратный в год. Это герметичное здание, не более 0,6 внутреннего объема в час при перепаде давления 50 паскалей. Это приточно-вытяжная система вентиляции, которая обеспечивает необходимое количество воздуха очищенного, нагретого, либо охлажденного. И мощность системы отопления не более 10 Вт на квадратный метр. То есть если на русский язык сейчас, то, что ты из-за луны вот эти слова сказал, перевести 15 кВт часов на квадратный метр в год. Допустим, дом 100 квадратных метров. Если это в деньги перевести, это сколько будет? В деньги это 7,5 тысяч получится. То есть мы берем 15 кВт час на метр квадратный в год, умножаем на 100, получаем 1500 кВт часов за год. Допустим, если это будет... Если по 5 рублей за киловатт, это будет порядка 7,5 тысяч. 7,5 тысяч? То есть за отопительный сезон. То есть за год 7,5 тысяч рублей все будет уйдет на отопление. Ну, это понял, это очень мало. Так, 10 Вт. 10 Вт это мощность системы отопления. Значит, благодаря достижению такой характеристики мы, в принципе, ушли от традиционной системы отопления. То есть у нас система отопления это будет за счет подогрева приточного воздуха. Что в обычном доме, где отопительная нагрузка там где-то порядка 100 Вт на квадратный метр, ну невозможно без потери комфорта. То есть если у меня, смотри, дома конкретно висит котел на 24 кВт, да? То здесь вот дома отопить можно там сколько киловатт? Полтора получается? Ну, у него проектная 1,3 кВт. 1,3 кВт, понял. То есть всего 1,3 кВт. Да, то есть мощность, ну был бы газ, это был, таких котлов даже нету. Мы, кстати, интересовались, там минимальная линейка от 9 кВт начинается. У газа? Да, у газа. А нам надо для отопления 1,3 кВт. Ну, а приготовление ГВС, это уже все-таки больше зависит от людей. Ну, понятно. Кто-то ванны там принимает 3 раза в день, кто-то душиком, кто-то из-под крана умывается. Поэтому это все индивидуально. Понятно, герметично, но если понятно, дом должен быть не дерево, как решетово, он должен быть. Да, дом дышать. Пароизоляция должна быть проклеена. Да, и дом не должен дышать. Это все-таки неживое существо. Когда дом дышит, это приводит к тому, что многие конструкции начинают разрушаться. У вас там плесень, сквозняки, конденсаты. Вот, поэтому герметичность, она нужна. Понятно. И дом не должен дышать, но мы все-таки должны дышать, поэтому должна быть система. Да, поэтому, да, приточно-вытяжная система, она обязательная. Причем, чтобы, опять же, снизить затраты на нагрев холодного воздуха в помещении, желательно, ну, для пассивного дома это обязательное условие, а для любого другого дома, в любом случае, ну, наверное, разумно использовать рекуперацию. То есть, чтобы не все ваши, не все, что вы здесь прогрели, улетало в трубу. Понятно. В двух словах, пойдемте, пройдемся по дому. Сменим немножко локацию, чтобы не так было занудно. Дом полностью монолитный железобетонный, не то чтобы каркас, то есть полный монолитный железобетон. Это у нас полноценная фундаментная плита, лежит на теплоизоляции толщиной 40 миллиметров. Нарушь, ой, да, 40 сантиметров, прошу прощения. 40 сантиметров какого у тебя плите? Экструзия. Экструзия. Да, да, техно-николевская. А плита какая толщина? Плита здесь 40. Сотка бетона, да? 40 сантиметров до бетона. Сами стены? Стены тоже монолитный железобетон, толщина 200 у него. И массивная теплоизоляция, это пенополиуретан. И финишный материал, это полистирол. Уже панели специально подготовлены под нанесение штукатурки. Пенополиуретан, это ППУ, если на русский язык перевести. Ну да, по аббревиатурам, да. И если брать по характеристикам, он получается в два раза теплее, чем минвата. Ну практически, да. То есть у полиуретана это... Это как будто вы сделали минватой один метр толщины стены, да? Утепление. Да, да. Это очень тепло. Окна, смотрю, у вас тут и в пол, где есть окна? Да, окна, ну, ПВХ, рамы, и здесь как бы трехкамерный аж стеклопакет. Три даже камер. Да, то есть здесь это уже не две камеры. Достигнуть... Три камеры. Достигнуть хорошего... А вот тут мне подсказывают, у нас такая вот табличка. Собственно, это параметры самого стеклопакета. Это у нас осветленное стекло с напылением плюс инертный газ в трех камерах. Инертный газ это криптон. Так как дом рассчитывался, и первоначально подумали, может, мы аргоном обойдемся, рассчитали, что... Аргоном мало, да? Да, аргоном мало, и с аргоном мы никак не выходим на пассивный дом. Соответственно, следующий инертный газ, который более лучший по характеристикам, это криптон. А толщина вот этого... Толщина стеклопакета у нас 62 миллиметра. Нет, а вот этот... Рама 86. Рама 86. У него Р какая получается? Р приведенная около 2-2,2 где-то. Р приведенная, это так называемая РК самого, да, изделия с учетом монтажа? То есть с какими-то потерями? А, с учетом каких-то... Я понял. Ну, если так на русский язык это перевести, то получается, если у нас брус... Я помню, последний раз смотрел, 15 на 15 у него Р1, а тут получается Р2 и 2. То есть больше, чем в два раза у него. Да. То есть это окно теплее, чем дом из бруса. Ясно. По поводу котельной там вот у вас, пойдемте, не котельная или как это называется? Ну, это техпомещение с оборудованием. Техпомещение, потому что там нет классических элементов, которые есть в котельной. Здесь у вас щиток, да? Это, да, щит механизации. Это временно или это постоянно? Нет, это щит постоянный, так как в доме три щита. Получилось, по задумке, это один из щитов. То есть решили вместо одного большого разнести и сделать три энергии. Так, ну кто у вас расскажет про техпомещения лучше? Ну, давайте расскажем. Вот это что за холодильник с трубами? Значит, техпомещение, в принципе, тут нюанс пассивного дома в чем заключается? Чуть-чуть, Денис, дальше встань, пожалуйста. Да, нюанс в чем заключается в пассивном доме? Так как мы, в принципе, ушли от таких активных источников, то есть у нас нету газа, мазута. В принципе, мы по старой традиции все собрали инженерной обороны в одной комнате. Это рекуператор? Это у нас вентиляционная установка, да. Она состоит из двух блоков. Значит, установка это центр у нас. Первый, нижний блок, это именно приточно-вытяжная установка и там рекуператор расположен. Второй, это блок охлаждения. То есть здесь стоит тепловой насос, который, в принципе, позволяет летом чуть-чуть охладить воздух. Но это не полноценный кондиционер, то есть он в пассивном режиме работает. Кондиционера в этом доме не будет? Кондиционера нет. Вот это что такое? Это у нас емкость. Значит, одна емкость, это у нас буферная емкость для системы отопления. Вторая емкость, это у нас приготовление горячей воды. Буферная емкость для системы. Дом вообще как будет отапливаться здесь? Дом отапливается тепловым насосом. И вентиляция. Да, тепловой насос готовит у нас теплоноситель, который здесь скапливается, хранится. А дальше вот у нас стоит врезан в систему притока воздуха. Вот у нас колорифер и за счет него, то есть вся система отопления, это колорифер. В принципе, можно было обойтись и без буферной емкости, но мы пока решили, к большим делам надо идти маленькими шажками, поэтому пока буферная емкость осталась. Я понял. Трубы, что за трубы такие? Трубы вот эти? Нет, вон те, которые черные. Черные, но это как раз у нас тепловой насос Мамут. Значит, у него нет внутреннего блока никакого. У него все блоки находятся в наружном блоке. Поэтому сюда у нас в дом заходят только трубы, трассы. Здесь как бы можете посмотреть на толщину теплоизоляции. Это один из элементов, как мы достигаем хорошей эффективности. То есть это не только наружные стены. Это еще и внимательно с теплопотерями, теплопоступлениями разобраться. А так он работает у нас на две емкости. То есть вот эта у нас емкость идет именно система отопления. Вот это у нас идет приготовление горячей воды. Горячая вода, значит у нас на кровле стоят солнечные коллектора, которые летом, по нашим расчетам, они процентов от 50 до 70 будут покрывать затраты летом на приготовление ГВС. А весь остальной сезон это тепловой насос. Тепловой насос, но он не в прямую по мощности подходит под наш дом. Потому что, к сожалению, в линейке производителей таких слабых насосов не существует в России пока. Поэтому это самый маленький из того, что есть на рынке. Он порядка 10 киловатт. 10 киловатт. Сколько примерно он обошелся? Сам насос стоит порядка 300 тысяч. Ну и со всем вместе это вышло у вас? Вместе со всем, с солнечными коллекторами, с емкостями, с трубами, с прокладкой. Это где-то в районе 800-миллион. 800-миллион. Ну, в двух словах про тех помещения понятно. В двери вот меня еще заинтересовало. Осторожно. Она какая-то тоже специализированная? Да. Дверь входная, значит, у нас с терморазрывом. То есть это металлическая дверь. Но она сейчас у нас упакована, чтобы ее в процессе ремонта не уничтожили. Можете обратить внимание, что здесь у нас две двери на самом деле будет. Вот. И уже так как это у нас первая дверь железная, мы добирали необходимые характеристики теплотехнические за счет второй двери. Вот этой конструкции R какая будет? Тоже где-то около двух, там два, два, два с половиной. Открой, пожалуйста, дверь, я покажу толщину теплоизоляции, чтобы было понятно. Вот видите, какая толстая теплоизоляция, ТППУ и здесь вот уже идет фасадная панель, на которую наносится вот такая вот штукатурка. В доме используется система выносного монтажа. То есть все окна в теплоизоляции. Да. Осторожно. Все окна расположены в теплоизоляционном слое. Для наилучшей герметизации после этого здесь все промазывалось стизом. Об этом Денис упоминал про герметичность этого дома. Чтобы так добиться, нужно все возможные щели, примыкания. Все очень хорошо герметизировано. Короче, окна у вас установлены по ГОСТу. У нас даже сверх по ГОСТу. Надо сверх, чем пассивный дом. Сверх, чем пассивный дом. Герметичность у нас не 0,06, а 0,06. То есть в 10 раз лучше, чем требование пассивного дома. Хорошо. Солнцезащита на окне. Солнцезащита еще на окне. Ну, солнцезащита в двух словах. Ну, в двух словах как раз. Тут, по-моему, на этих окнах нет ее, да? Здесь нет. Это у нас Восток. Здесь они и не нужны. А на юге у нас как раз расположена солнцезащита. Это рафшторы в наружном исполнении, которые как раз и позволят нам без кондиционирования иметь. То есть, чтобы не было перегрева, да? Да, да, да. Радиация солнечная попадает в помещение. То есть, с одной стороны, мы должны дом сориентировать по сторонам света. И в данном случае это удалось максимально. То есть, мы... Вот это южная сторона. Да, мы стоим в помещении, которое аккуратно направлено на юг. То есть, с помощью солнечной радиации получаем дополнительное тепло. Это зимой? Да, это зимой. Но обратная сторона, что летом получается, это избыточно. Получается получать? Получается получать. Рафшторы я с вами просто закрыт. Да. Но здесь, к сожалению, сейчас у нас здание находится еще не в полноценном режиме работы. То есть, у нас вентиляция сейчас не работает. У нас здесь шпатлевку шкурят. Вот. И прочие процессы. Поэтому здесь, конечно, климат сейчас не совсем то, что нам нужно. Вот. Ну и, соответственно, окна. Нас просто отделщики попросили их прикрыть. Им так лучше видно, а не ровно стен. Друзья, вот такие вот рельсы, вот здесь вот видно, в теплоизоляции. По этим рельсам открываются вот такие вот шторы, которые летом в жару, когда солнышко хорошо светит, перекрывают, чтобы не было перегрева. Не было перегрева в помещении. Причем, такой неожиданный плюс, то, что у нас получилось, так как массивная толщина теплоизоляции, мы разместили их, их не видно на фасаде. То есть обычно рольставни, ровшторы, это какая-то штука снаружи дома. Вот. У нас, в принципе, на архитектуру дизайн не повлияло. Мы ее разместили в теле стены. Хорошо. У меня начинается ряд каверзных вопросов, подготовленных. Почему именно нужно делать 15 киловатт-часов? Вот почему именно вот эта цифра 15, да? Можно же сделать там 25, 30, 50. В чем вот фишка именно 15 киловатт? Фишка 15 киловатт в том, что у вас появляется возможность именно все преимущества использовать. Вот, например, здесь нет отопления, правильно? Да, здесь вот нет отопления. И теплого пола, и батареи. Ничего нету. То есть, если бы у нас было бы там, не знаю, 30 киловатт-часов, нам надо было? Пришлось бы ставить уже, да. То есть, у вас в инженерном оборудовании дом бы получился более сложный, и в то же время вы бы опять же потеряли бы в комфорте. То есть, тут всегда идет, ну, компромисс, так скажем. То есть, вы сэкономили там на теплоизоляции на окнах, значит, у вас где-то что-то там вылезло. То есть, природу пока еще никому не удалось обмануть. Если у нас на улице минус 20, то дом надо топить. Вот. Вопрос просто, сколько вы будете его топить или летом, сколько вы будете охлаждать. Этот дом будет отапливаться, как мы уже сказали, за счет двух параметров, правильно? Это теплый пол и вентиляция? Ой, теплый пол. Теплого пола не будет. Будет только вентиляция приточного утяжения. Генератором тепла тепловой насос является. Радиатор, который будет нагревать воздух, а летом охлаждать вы тоже его видели. Значит, его размер там 40 на 30, по-моему, что-то такое. То есть, грубо говоря, если мы делаем 15 кВт, вот этот пассивный дом, то мы убираем отопление полностью и получаем какой-то дополнительный комфорт. Да. Если мы делаем на 30 кВт, то у нас комфорт уже не такой? Ну, как минимум, вам придется ставить традиционную систему отопления и у вас теплопотери будут уже все-таки более высокими. Соответственно, не будет такой однородности температуры в помещении. То есть, у вас какие-то там будут... В любом случае это будет намного лучше, чем строится типовое жилье, МКД и прочее. Но все преимущества пассивного дома вы не ощутите. Опять же, наложится отпечаток на обеспеченность участка энергоресурсами. То есть, например, пассивный дом при 10 Вт на квадратный метр, мы с вами считали, это на 100 квадратных метров вам надо киловатт на отопление. В основном вы будете на горячую воду на самом деле тратить. Соответственно, в 15 кВт вы, в принципе, довольно-таки большим домом можете уместиться. А если у вас там нагрузка 100 Вт только на отопление, то вы уже большой дом на хорошем участке с маленьким количеством подведенной мощности не построите. Хорошо. Второй у меня вопрос такой. Ну, я думаю, что этот вопрос не только у меня, наверное, у всех этот вопрос. Сколько стоит построить пассивный дом? Ну, пассивный дом то, что мы сейчас… Какой это вот этот дом? Сколько квадратный? Сколько квадратный метр? 200 тысяч за квадратный метр. Сколько здесь квадратов? 170. То есть, где-то 34-35 миллионов рублей. Да. Причем это уже под зубную щетку, так скажем. Это уже с отделок совсем? Да. Только надо поставить мебель и все. Ну, тут даже кухонная мебель в наших расчетах как бы присутствует. Ну, да. То есть, вы видите, что еще ремонта нет, но мы называем уже конечную сумму, потому что… По модам white box называется? Да, но… Все элементы, которые… Нет, white box – это сейчас. А, это сейчас. Да, white box – это сейчас. То есть, это вот у вас сделана штукатурка, шпатлевка, а дальше уже… Вот. Под зубную щетку… Ну, я не знаю, как… То есть, здесь будет плитка где-то… Ага. То есть, 200 тысяч рублей за бытовой техникой совсем? Да, это совсем. А, ну, это… Здесь… Да, здесь… Краска уже закуплена. Конечно, что-то еще может вывести, но порядок цены… Да. Примерно 200 тысяч. Здесь нет мебели в спальных комнатах, то есть, вот она за бортом. Единственное, да, такая шпатка – это без мебели. То есть, здесь мебель только для трех садков и кухонной мебели в этой стоимости присутствует. Вся остальная мебель – вот это… Ну, если, мы говорим, 35 миллионов – это город Истре. Я сам Выстрел живу. В принципе, за 35 миллионов, смотри, там Циан. Принято, то же самое, только дом будет не очень… Ну, чтобы вы понимали, примерно вот такой вот дом, Циан, Выстрел, стоит тоже миллионов 30-35. Так, друзья, поднялись на второй этаж. Ну, и начинаем обход дома. Да. Тут вот два обогревателя, я смотрю. Ну, обогреватели – это не то, что мы там… Ну, тут достаточно теплее, чем на… Сейчас идут малярные работы, и ребята, чтобы ускорить, они включают эти пушечки, чтобы шпатлевочка побыстрее просохла. Ну, то есть второй этаж отапливается вот этими двумя… Да, две пушечки. Ну, он не столько отапливается, сколько, я говорю, ребята сушат. Мы тепловизором, кстати, включим, там прикольные эти… как нагревается стена от этого ветерка. Это что за помещение? Ну, это называется некая игровая комната. Детская какая-то… Нет, детская, да, ваша… Развернуться. Да, детская. Ну, тут традиционная компоновка. Первый этаж – это все-таки часто используемые помещения. Это кухня, гостиная, там, кабинет, технические помещения. Второй этаж – это по традиции спальный этаж. Здесь у нас три спальни, гардеробная и два санузла. Да. Даже два санузла? Да. Это вот маленький санузел. Ага. Блин, куда тут ходит? Угу. Вот. Это гардеробная постирочная. То есть здесь будет оборудование, там, сушилки, стиралки, глажки. Вот. А это у нас мастер-санузел. Здесь мы попали в мастер-спальню и из нее проходили. А, то есть это, грубо говоря, комната, в которой будет свой санузел? Да. Ну, как называемое хозяйство. Хозяйство. Тут тоже это… Шторы эти, как они правильно называются? Здесь тоже, естественно, присутствуют раф-шторы, которые играют про… Потому что солнце-южность, да, страна? Да. Солнце-защитное. Вот. Опять же, напомню, что… почему монолит? Потому что, в принципе, вот эта планировка – это планировка под Евгения. Ага. А вот… Так, здесь вот четыре наружных стены, и здесь планировка может быть любой. Любую можно делать. За счет монолит. Да, да. Монолит в этом плане, конечно, он выигрывает. То есть это герметичность и плюс любая предпланировка. Так, друзья, спустились вниз. Здесь вот такие какие-то приборчики, тепловизоры, компьютеры. Давай, Денис, расскажи нам, что такое за прибор. Ну вот мы от слов хотим попробовать вам показать в цифрах, к чему приводит. Вот этот зеленый – что это за прибор? Значит, зеленый – это у нас такая типа а-ля метеостанция. Она позволяет температуру, влажность, скорость воздуха, шум и солнце. И солнце. А сейчас температура какая у вас? Значит, сейчас у нас помещение по прибору показывает 17,5 градусов. Ну, по моим датчикам 15 градусов. Да. Помимо выносных приборов, Евгений еще, в принципе, напичкал этот дом для того, чтобы статистику собирать. Поставил еще дополнительные датчики. Сейчас он расскажет. Датчики находятся в толще стены. Чтобы мы наглядно понимаем, как изменяется температура от улицы внутри дома. То есть первый датчик у нас находится за пределами контура. То есть мы меряем температуру улицы. И сейчас у нас минус 11 градусов. Следующий датчик у нас находится… Да. А где ты посмотрел? Ровно посередине. Ровно посередине. Там какая температура? Так, и температура у нас 5,2 градуса. Плюс? Да, плюс 5,2 градуса. Ага. Следующий датчик? Следующий датчик находится еще спустя 250 мм. Между ППУ? Точно на границе ППУ и бетона. Ага. Сколько там температура? То есть данная температура у нас порядка 15 градусов. 15 градусов это с наружной стороны? Да. А внутри сейчас температура какая? Ну, внутри где-нибудь 7-17,5, у меня где-то 16,6. Ну, в районе 7. Ну, грубо говоря, в наружной стороне монолита, считаю, комнатная температура такая. Да. Разница там плюс-минус 1-2 градуса. Полтора градуса. Ага. Какие еще датчики? Есть еще решение заложения датчики под доном, непосредственно под фундаментной плитой. Это под фундаментной плитой за утеплителем или? Да. Это то есть между утеплителем и землей? Нет. Наоборот. А. Между утеплителем и монолитом? Нет. Все правильно. Между утеплителем и землей. Между утеплением? Какая температура там сейчас? В середине под домом у нас порядка 11 градусов. Плюс 11 градусов. И далее у нас такая череда датчиков чем ближе к краю. Следующий датчик это на границе дома. Ага. Там это порядка 7 градусов уже, плюс 7. Ага. После у нас идет теплая отмостка 1 и 2 метра. Соответственно под этой отмосткой мы тоже делаем два измерения. первое это посередине отмостки, то есть 0,6 от дома. Это где-то 7 градусов, плюс 7 градусов. Далее на краю отмостки это плюс 5 градусов. Угу. И последний датчик вы не слушаешь, чтобы просто смотреть, а какая у нас температура под землей без влияния наше звук. То есть это на расстоянии 5 метров от дома. Угу. Это начало зимы все-таки. Это начало зимы. Это вы поставили эти датчики для того, чтобы статистику и понять? Ну статистику и с другой стороны просто ради интереса. Ради интереса. Ну тут не совсем ради интереса даже. Дело в том, что сейчас у нас идет… Типа научные исследования. Тенденция идет по поводу прям незаглубленных фундаментов. То есть вот наше заглубление это считается, что это незаглубленный фундамент. У нас подошва там не то, что на метр. Она у нас подошва заглублена там… Ну 0,7 это с утеплителем, а сам фундамент он на 0,5 там где-то 0,4, наверное, где-то вот так заглублен. Вот. И морозное пучение его никто не отменял. Угу. Влажность сейчас какая здесь? Ну тут так как небольшое… Небольшие какие-то ремонтные работы, да, еще идут? Влажность сейчас довольно-таки высокая, потому что у нас… Сколько где тут, посмотрите? Так, сейчас нажмем. Влажность высокая, потому что вентиляция у нас не работает. То есть… Да. А что еще этот прибор измеряет? Ну мы шум можем попробовать померить, но это я думаю в конце мы сделаем, когда мы не будем болтать. То есть окна с криптоном, с трояльным стеклопакетом – это не только про теплоизоляцию, это еще и про шум. То есть если у вас дом находится около дороги, которая раньше была колхозная, а сегодня автострада, я думаю, вам эти окна тоже пригодятся даже не в плане теплоизоляции, а в плане именно шума. Тепловизор, ну это понятно, давай постреляем, что-нибудь покажешь? Сейчас, заведем. Косяки есть? Ну мы их не покажем. Да нет, на самом деле здесь и тест на герметичность показал очень хорошие результаты. Поэтому тепловизор, то он в большей степени все-таки показывает именно негерметичные места. Ну давай окна, самые слабые места – это окна здесь. Да, так, ну давайте попробуем посмотреть, что у нас получается. Мы берем окно, у нас по СП разница температур между поверхностью стены и окном не более 4 градусов должна быть. Значит, у нас сейчас получается, вот у нас стекло 15, стена 17. Вот красный. Два, полтора градуса. Да, полтора-два градуса, да. Но здесь надо сделать еще скидку, у нас все-таки нету подоконной части, то есть вот подоконной части у нас нету наружных отливов. То есть сейчас там, грубо говоря, это только подстановочный профиль под окно. Вот тут картинка чуть похуже, то есть у нас 11 градусов – это рама и 15,7 градусов – это стена. Дистанционные рамки? Пластиковые. Нет, понятно, у них какая температура. Так, ну если вот он сможет, то здесь прибор не такой точный. Попадем, попали, да? Вот на дистанционной рамке где-то 12 градусов. То есть где-то вот… Это хорошо? Ну, конечно. Потому что мы можем где-нибудь… А, ну у нас нет алюминиевых рамок. На алюминиевых рамках там все гораздо печальнее. В разы. Да, ну, опять же, это мы сейчас вот идем к комплектующим, да, из чего окно состоит. А в целом-то большинство людей, их должно волновать в целом конструкции. Вот, поэтому… Хорошо, на вот монтаж посвяти сюда. Вот это вот место у нас, монтаж, да, к 5 температуре будет? Ну, вот тепловизор, он чуть-чуть вот цветом, вы видите, он как раз показывает, что здесь… 11 градусов. Да, где-то порядка 11 градусов. Мы, кстати, поснимали еще снаружи здание, ну, может быть, как в клейке воткнем. Вот мы для интереса сняли… Ну да, потом фото… Дома напротив, я думаю, мы просто втыкаем туда. Вот, а так, ну, что нам еще тепловизор может показать? Это вот расслоение температуры именно по уже… Вот у нас пол. 15,2 градуса. Смотрим, стена у нас. 16,16 градусов. 16,2. И смотрим, допустим, потолок. 17 градусов. То есть, грубо говоря, если вот этот прибор показывает 17, 17, твой датчик показывает 16. Ну, да, это погрешность. Да, просто тут не имея теплых полов, не подогревая сейчас вот плиту, которая на земле там с теплопотерями, мы видим, что у нас разница температура между полом и потолком, где в результате конвекции всегда теплее. У нас перепад всего 2 градуса. В обычном доме, если бы у нас сейчас здесь мы не утеплили плиту, здесь бы было там 10-11, а там бы собиралось бы тепло от конвекторов и прочей всякой техники, перепад был бы там гораздо больше. Хорошо. Вопрос у меня по поводу отопления. Он будет отапливаться, мы сказали, за счет рекуператора и теплового насоса. Это общее потребление. Сколько будет у него? Планируется киловатт. Именно его, конкретно этот дом. Ну, у него потребление 15 киловатт в час. На самом деле проектно еще меньше. То есть… Не-не, ну я имею в виду, смотри, есть у рекуператора преднагрев… А, коэффициент рекуперации? Да. Сколько он будет потреблять энергию? Значит, у приточной установки есть две характеристики. Это коэффициент рекуперации, да, то есть сколько он тепла нам сохраняет. У этой установки заявленный коэффициент… Не-не-не, я не про это. Я говорю про то, что вот этот преднагрев воздух, воздух заходит в холодный рекуператор, его надо подогреть. Вот этот прибор, который греет воздух, сколько киловатт? У нас его нету. Нету его? Нету. У нас же… там у нас идет просто без… ну как сказать-то… Короче, за счет рекуперации у нас минусовой превращается в положительный, но он положительный, там плюс 15 градусов температура. Вот эта штука… Это догрев. А, это догрев воздуха. Да, да, да. И вот это как раз… Преднагрева нет, есть догрева? Преднагрева нету, да. Преднагрев. Догрев сколько потреблять будет? Вот как раз это мощность отопительной установки нашей. Это вот 1,3 киловатта. 1,3 киловатта. Да, да. Это его пиковая нагрузка, да. А тепловой насос сколько будет потреблять? Так, тепловой насос и будет вырабатывать эти 1,3. Я понял. То есть, тепловой насос вырабатывает мощность, которая нужна, чтобы… То есть, всего 1,3 будет потреблять? Да, да. У нас, на самом деле, я чуть-чуть соврал, есть у нас преднагрев холодного воздуха. Врать нехорошо. Да. Значит, преднагрев, для чего он здесь существует? Установка, она разрабатывалась для климата Германии. Да. Вот. Поэтому у нее работоспособность резко падает при температуре ниже минус 10 градусов. Короче, она есть, но она не будет работать? Ну, у нее КПД, там есть риск, что обмерзнуть может рекуператор. Вот. Поэтому, так как она все-таки для климата Германии, поэтому мы поставили преднагрев. Но он будет включаться, как сказать, точечно, да, для того, чтобы не вышла из строя вентустановка. Я понял. Хорошо, смотри, если дом, вот этот замечательный дом потребляет всего 1,5 киловатта, грубо. Да. На хрена тогда ставить тепловой насос за миллион рублей, там, условно? Можно? Вы чуть-чуть сюда выйдете. За миллион рублей, если у тебя, условно, обычный ветерочек, да, вот этот вот, который у нас работает, спокойно может это все отопить. Для чего вы ставили вот этот тепловой насос? Мы поставили тепловой насос по причине того, что у нас еще необходимо приготовление горячей воды. Вот, поэтому, в принципе, можно эти системы разделять для себя. И тогда, да, тогда бы можно, в принципе, было без водяного конвектора, да, теплового насоса, действительно, просто в приточный воздуховод врезать теплообменник электрический и всю нагрузку передать за счет, ну, типа ветерка, встроенного в приточный воздух. Ага. Вот, но встает вопрос приготовления горячей воды. Вот, в пассивных домах тепловой насос 70% времени работает... Секундочку. В пассивном доме тепловой насос, то есть энергетическая установка, она порядка 70% своих ресурсов и времени, она будет работать на приготовление горячей воды. Вот, и всего 30% она будет тратить на то, чтобы отопить либо охладить этот дом. Вот, поэтому, возможно, разные комбинации. Пассивный дом – это не про то, что надо отказываться от газа, если он у вас есть. Это не про то, что вам надо обязательно ветряк какой-то там поставить. Вот, это про то, что снизив необходимый для вас энергетический ресурс, чтобы вы комфортно здесь находились и не подкидывали уголь там каждые 15 минут в топку, вы сделали хорошую оболочку, обеспечили дом вентиляцией и дальше уже вы сами можете определить и выбрать то, что вам больше нравится, так скажем, ваш выбор расширился. Потому что, если бы это был простой дом, то, скорее всего, это только газ. Газ стоит денег. Да, в эксплуатационных как бы затратах стоимость газа, с учетом, что там газ стоит 6 рублей, с одного куба вы можете получить 10 киловатт тепла. Если все это пересчитать, конечно, дешевле топлива пока что в России нет. Вот, но это если у вас газ есть. Если у вас газа нет, вы в каком-то новом поселке, где вам что-то обещают, где у вас мало мощности, то пассивный дом это, в принципе, ваше решение. Даже если вы не хотите там комфорт, заморачиваться, вы все равно будете вынуждены строить энергоэффективное, чтобы вам хватило. Хорошо, кондиционера не будет, да, здесь? Кондиционер нет, здесь именно пассивная система охлаждения, представленная рафшторами, хорошим стеклопакетом, хорошей теплоизоляцией. Поэтому дом, он как бы, термос работает в обе стороны. Он как и тепло, так и холод удерживает внутри. Знаешь, какой у меня еще вопрос? Даже вопрос, наверное, от моей жены. У нас такие моменты были, когда мы задумывались о строительстве дома только еще. Вот, допустим, теплого пола нет, соответственно, ты будешь ходить, условно, там, по холодному полу или не совсем верную информацию. Я говорю конкретно про вот этот дом, да? Полы холодные будут или нет? Ну, вот как раз мы с вами для чего тепловизором посмотрели температуру пола, стены и потолка. Без теплых полов у нас температура пола равняется температуре воздуха в помещении. То есть у нас там, ну, разница один градус там. То есть, грубо говоря, если надопить дом до 22 градусов, то... У вас и пол будет 22 градуса. И, соответственно, по такому полу ходить комфортно будет? Более-менее комфортно, это лучше, чем по полу, который остыл там на 5-6 градусов от воздуха. Но установить, допустим, электрически теплые полы, чтобы повысить еще комфорт вот именно тактильный, да? Это никто не запрещает. Мало того, у вас будет на это мощность, которую вы сэкономили на отоплении, кондиционировании там и прочих ресурсов. У вас появляется мощность, когда вы спокойно, не задумываясь, покупаете нужную мощность теплого пола, кладете плитку и ходите, чтобы вам было комфортно. Просто иногда теплые полы невозможно поставить, потому что вы и так всю мощность уже израсходовали на отопление, горячую воду, вентиляцию, и у вас полы просто не хватает ресурсов. А в этом доме у вас, ну, по-любому хватит, если у вас хотя бы 15 киловатт там подведено. Первый наш проект мы строили, когда 10 киловатт у нас все было. И у нас это хватало на отопление, горячую воду, ну, на всю жизнедеятельность. Друзья, пока не стемнело, хочу вам показать с улицы. Дом. Вот так это выглядит, видите, тут плоская крыша. Дом по пенопласту отштукатурен. Вот так это все смотрится. Не знаю, тут, наверное, сейчас я особо не проберусь. Тут у нас все завалено снегом. Сейчас вот мы сюда встанем. Вот так это выглядит здесь. Видите, везде с четырех сторон отштукатурен. Лестница на второй этаж, на плоскую крышу. Но сегодня мы туда не поедем. Вот с этой стороны, видите, еще есть часть от теплового насоса. Вот эти трубы, которые выходят, они выходят от вентиляционной установки. С этой стороны, видите, маленькое окно только, так как это северная сторона. А юг у нас вот здесь, у нас вот тут вот есть небольшое количество окон. И самое большое количество окон у нас со стороны юга. То есть вот с этой части. Ну что, друзья, показал вам первый в России пассивный дом. Небольшой обзорчик дома. Немножко показал вам в улицу. Короче, если есть какие-то вопросы, пишите. Всем желаю удачи, здоровья, не болейте, берегите себя. Всем мира, добра, пока.